Стрелять, подтягиваться, знать правила дорожного движения и управлять транспортом должен уметь каждый выпускник автошколы Роста ДСААФ. Это и продемонстрировали участники конкурса «Лучший военный водитель». Он прошел в Нижнекамске. На него зарулили и участники из соседних регионов. На четвертое соревнование, помимо ребят из Татарстана, приехали конкурсанты из Башкирии, Чувашии, Удмуртии и Мордовии. За звание самого лучшего военного водителя сражаются 36 человек. «Военный водитель, он всегда был нужен, нужен и сейчас, учитывая еще нашу территорию. Поэтому я думаю, что ребята будут востребованы, они действительно по-настоящему востребованы в нашей армии. Другое дело, что нужны высокие профессионалы. И здесь собрались самые лучшие представители, те, которые прошли военную подготовку». Все они скоро отправятся служить в армию. Кстати, ребята, имеющие права на вождение грузовыми машинами, там на расхват. «Да, военный пилет все-таки, путевку в жизнь, на работу устроюсь. Пойду учиться нормально». Один из этапов конкурса – знание правил дорожного движения. И хотя водительские удостоверения у них есть, ребята повторно сдают экзамен на категорию «С». Главная задача первому – ответить на вопросы. «Конкуренция есть, но стараюсь держаться вместе с ними». Второе задание тоже на оперативность. Нужно разобрать и забрать автомат как можно быстрее и без ошибок. На третьем этапе в руках участников появляется пневматическое оружие. На прицельный выстрел в десятку – три попытки. Преподаватели уверены, во время службы в армии эти знания очень пригодятся. Анна Газятова, Игулья Малиева, Александр Васильев, Вести Татарстан, Нижнекамск. Продолжение следует...